Даниилу всего 31 год и почти половину своей жизни он посвятил вышивке. Не думая, не гадая и, можно сказать, совершенно случайно, он оказался на факультете конструирования швейных изделий. Попал я туда практически случайно, можно сказать. Сам не понимаю, как это получилось. Ну, а затем и остался. Учился в группе с одними девчонками, наверное, поэтому и остался. На третьем курсе уже начал заниматься как раз машиной вышивкой. Это впервые было в Орле. Такое необычное для Орла занятие не только полностью поглотило его самого, но и привлекло внимание преподавателей его университета. Так он остался в аспирантуре и даже съездил на практику в Швецию. А используя только свой опыт и эксперименты, даже защитил кандидатскую работу в Санкт-Петербурге. Теперь швейное мастерство он познал лучше многих женщин. Он идеально разбирается в нитках, материале и даже стишках. Но, как это ни странно звучит, пяльца он за свою жизнь и в руках не держал. Кошмар. Здесь-то это ужас. Муторно. А на руках вообще, наверное, застрелиться может. Теперь у Даниила собственный цех и пять различных технологий вышивки. В том числе печать и шелкография. Вот только любимая технология все-таки вышивка. Прежде чем что-то шить, в специальной программе он обрабатывает рисунок, строит схему вышивки, выбирает цвет и размер. И когда логотип готов, мы отправляем его в электронном формате на вышивальный автомат. Дальше пойдем в цех и посмотрим, как это будет шиться. А дальше работа начинается самое интересное. Далее в процессе мы зарядим специальные кепочные пяльцы. Это бейсболка. На машине установлено оборудование под шитье кепки. И вот последние действия. Выбор настроек в специальной программе. Ну все, вроде все точно. Можем запускать. Теперь по четким контролям кандидата технических наук стежок за стежком. На бейсболке прорисовывается рисунок логотипа. Ну вот, наша кепочка и готова. Отправляется в службу доставки. Привет. Телекомпания «Истоки». 12-летний опыт Даниил ни за что не променяет на любую другую профессию. Ведь именно здесь он ощущает себя нужным и полезным. Ирина Комнатная и Денис Еременко для программы «Оперативный эфир». Даниил ни за что не променяет на любую профессию.